Война на востоке Украины, которую называют анти-террористической операцией, сейчас изменилось название, но по сути, то, о чем Вы сказали, война остается войной. Какая перспектива у этой войны? Могу обрадовать. Все войны кончаются миром. Каким это надо посмотреть? Есть свежий пример того, даже Северная Корея пытается найти выход из сложившегося положения в отношениях со своим соседом, со своей половиной своего народа. Это тоже наше советское прошлое там, в Корее. Это мы поделили Корею как советское государство, ибо туда вложили свой ресурс военный. Вы думаете, ядерное оружие в Корее? Откуда? Оно имеет свой хвост. И хвост этот тянется, конечно же, в советское государство, бывшее, и в Российскую Федерацию нынешнюю, потому что она преемник того прошлого. Мир будет, безусловно, будет. Эта война привела в сознание наш народ. То есть, как всякая война, она имеет две стороны – негативную и позитивную. К негативной стороне мы всегда относим потери нашего народа. Потери народа – это то, что заставляет нас десятки лет страдать семьей. Мы сегодня подходим к завтрашнему дню, 9 мая, а сегодня весь мир пытается как-то перевязать те раны, я бы сказал, залезать раны Второй мировой. Ну, а у нас завтра. Потому что мы всегда шли немного. Раньше всех, кто шел немного, называли нерадивыми солдатами. Ну, вот такие нерадивые мы были. Представляете ли, нет? Нам надо было делать все так, как ни у кого. Даже победив Великой Отечественной войны, а это была все-таки часть Второй мировой войны, мы решили отколоться от всей массы и праздновать отдельно. Ну, мы празднуем отдельно рождение Христа, мы отдельно празднуем Новые и Старые годы. Это у нас, представляете ли, нет в нашей такой системе. Даже слушая Жванецкого, мне понравилось, как молодой человек спрашивает у раба разрешение жениться на бедной или богатой. И когда он к нему приходит уже несколько раз, тот говорит, слушай, дорогой, ты не думал принять православие? Проблемы наши, они кончатся. Кончатся, но не потому, что это мы их завершим. Нет, не мы. Эти проблемы решаются не потому, что мы их решаем, а потому, что мы их не можем не решать в силу того, что нас заставляют. Другие государства, лидеры других мощных государств шевелить лапами в этом вопросе. Это мы уничтожили свои вооруженные силы и сейчас создаем с их помощью новые вооруженные силы. Я могу вам с полной ответственностью сказать, что тот, кто заявляет, что у нас не было вооруженных сил в Украине, независимой Украине, так я хочу сказать ответственно, что они были такие, которым завидовали все. И Российская Федерация даже думать не могла о каком-то конфликте с Украиной. Вы представьте себе, вот на момент ухода моего из вооруженных сил Украины, что у нас была группировка войск, которая насчитывала 500 тысяч человек. 500 тысяч человек. У нас были очень мощные субботные войска, 24 дивизии только. Представляете? Четыре воздушных армии. Армия ПВО. Восьмая, которая была реформирована в три корпуса ПВО. Мы были очень сильны в противовоздушной обороне. Ударной авиации. И они говорили о транспортной авиации, вспомогательной. Вы представляете, мы унаследовали от советского государства две тысячи с половиной летательных аппаратов. Большинство из которых имели прямое отношение к боевой авиации. У нас во Львове, на заводе сотнями самолетов стояло. Сотнями. На других авиационных заводах. Почему? Потому что мы их не могли даже подтянуть. Государство было не способно удержать эту мощь. Эту мощь. Единственная проблема была, что за пределами 2005 года наша авиация теряла свою боеспособность по срокам годности летательных аппаратов. Но мы могли же думать над этим вопросом. Не думали. И это, я говорю серьезно, не думали. Не думали над будущим вооруженных, силмощным, способным. Вы представляете, какую армию мы должны были иметь в 2014 году? 70 тысяч военных и 15 тысяч цивильных. А я вам сказал, что в 1996 году мы еще имели в начале полмиллиона. А кабинет министра выделил средств на содержание только 450 тысяч. То есть, надо было сокращать. Сокращать. Нас заставляли сокращать то, чего не надо было сокращать. Ну, допустим, оружие. Но если я вам скажу, что каждый взрослый человек на 1996 год мог иметь автомат и в придачу к нему еще или гранатометы, или пулеметы, или что-нибудь другое, каждый взрослый человек нашего государства. У нас этого оружия и боеприпасов было много. Достаточно много. Что нужно было сделать для того, чтобы обезопасить Украину в вопросах вооружений? Чтобы было неспособно защищать себя. надо было предоставить Украине рынок, чтобы она могла продать это оружие. Рынок был предоставлен Российской Федерацией. И наши руководители воспользовались этой дружеской помощью. Мы продали все, что могли продать. сегодня мы не имеем даже сотой части того, что и нет. Представляете, сегодня нам надо все это покупать. И вот скандал с этим БМП, вы помните, да? Боже мой, сколько же мы их резали? Сколько надо было их продать туда, чтобы потом обратно закупить запасными частями? Вот представьте себе армию, которая унаследовала 6,5 тысяч танков. По Венскому документу мы должны были сократить эту численность и довести ее до 4,080. Но остальное можно же резать. Можно было продавать. Резали, продавали. Металл некому было продать. Почему? Все хотели на этом нагреть лапы. Все, которые имели отношение к торговле вооружением или металлом, они думали, а что я с этого имею? Вот этот первый вопрос, на который надо было бы давно уже ответить. Ну и поукоротить конечно посягательство на оружие. мы говорим о вооруженных силах, о конфликте, пока государство наше не будет мощным, способным защищать территорию государства, до тех пор мы будем пребывать в таком во взвешенном состоянии, во взвешенном состоянии, не способные к решению каких-то кардинальных задач. Слава Богу, что есть решение о выделении достаточного на сегодняшний день. Это как бы для сегодняшних потребностей части ВВП нашего государства на потребности вооруженности. Слава Богу, что-то мы можем. А в принципе, в принципе, наше государство должно было бы обратить внимание на свой военно-промышленный комплекс. Мы должны были бы заниматься этим вопросом. Но это не главное. Это все приобретаемое. Главное другое. в том, как мы построим наше общество. Как мы строим социум, который будет служить в Украине. вооруженность, что война поставила разум наших людей на правильную основу, нема навіть сумнів. Нема навіть сумнів. Тепер кожен розуміє, що братство, в яком мы с вами перебивали, было обманливое. Обманливое братство, то не было братство. с целью зору война сыграло надто сложный, но надто полезный с взглядаю на с гуртувание нашего народа как нации, как основы государства. То есть есть над чем подумать, нет еще чем пишаться.